И снова здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет тема подделок. Данная тема очень-очень-очень сейчас сильно развивается, потому что многие думают, вот, вот оно увидел счастье! Девольт по цене Интерскола, давай возьму! Вначале я хотел подробно разобрать, показать, как отличить подделку от оригинала, как это говно работает, как это говно устроено, но потом подумал, а зачем? У меня на канале есть подробные ролики, как отличить подделку, то есть как она устроена и тому подобное. Некоторые ролики там набрали 2 и более миллиона просмотров. Также есть ролики у других авторов. Но, 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 почему-то всем подделка интересна, и эту подделку покупают. Знаете почему? Ну давай бомби! Потому что люди так устроены, халява, халява, халява! Тем более, если данные подделки продают крупные маркетплейсы, такие как Азон, Валберис, Яндекс, да, там очень подделок много. Если раньше подделки были только на Авито, сейчас они есть и на Азоне, и на Яндексе, и на Валберисе, и на других интернет-площадках, и даже, я более вам скажу, что в Белгороде в магазине продают подделку. И у меня есть магазин, в Белгороде продают подделку. Люди привыкли к халяве. Они пытаются себя заставить думать, что вот идет линия сборки Макиты, да, и вот тут не кондиция, не кондицию, рядом, рядушка туда, откидывают не кондицию. Вот, и получается аккумуляторы Макитовские на 198 вольта. Вот так вот. Давайте я вам лучше расскажу, где покупать инструмент, чтобы точно не нарваться на подделку. Да, такая фишка есть. Не все магазины продают подделки. На подделке довольно-таки нормальная маржиальность. То есть, со стороны экономики, со стороны бизнеса, их выгодно продавать, то есть, выгодно на этом зарабатывать. Но не все магазины продают. Как вы думаете, почему? И тут сейчас дело не в том, что та же Макита, тот же Митаба, тот же Бош подаст иск. Подаст иск тому, кто продает подделки. Нет, не в этом. Там дело совсем другое. Давайте начнем с двух типов подделок. Первый тип подделки, это когда подделка делается максимально, максимально похожим на оригинал. Цель данной подделки, то есть, данного товара, когда он делается максимально похожим на оригинал. Видите, даже здесь вот так, опа, то есть, гравировочка какая-никакая есть. Бещеточный мотор, наклеечка. Ну, эта наклеечка уже отклеилась, но изначально новая, она была нормально приклеена. Цель данной подделки, продать ее как оригинал. Ну, то есть, грубо говоря, просто-напросто фасны. Бать. Магазины, как правило, этого не делают. Потому что, если вы узнаете, вы придете, принесете ее назад в магазин. Как правило, такое продается на Авито. Но сейчас стало встречаться на маркетплейсах. Больше, вот в реальности, такие подделки, как бы я в магазинах не видел. Здесь смысл какой? Работа на удаленке. То есть, я кому-то там продал через Авито. Человек купил, о да. Потом покопался, на YouTube пошел, посмотрел. Да это ж подделка. Начинает ему писать, его там посылают нахер. Вот, и все, в принципе. Бишет негативный отзыв. О, человек продал мне подделку. Вот и все. Либо он не замечает, либо замечает через полгода. Либо, да, может быть, сначала он увидел, что это подделка, решил вернуть. Не вопрос, возвращать. Но здесь наценка процентов 300-400. Не все же так же сразу увидят. Не все. Кто-то вернет сразу, кто-то не вернет. Вот и все. Второй тип подделок, это подделка больше всего для баранов. И для тех, кто очень сильно любит халяву. Вот, зачем, зачем Makita 40-вольтовая? Вот, если у нас появилась новинка Makita 198 вольт. Не было же у Makita 198 вольт. Ну да, не было. Но это, короче, там ячеек больше напихали. То есть она лучше. Смотри, смотри, видишь? Та же самая Makita. Та же самая Makita. Только плюс дешевле. Ну, как бы копия, да, копия. Ну, блин, вот сделали. Вот тоже все самое. Оригинальная Makita, блин, полто стоит. Это 15 тысяч стоит. Как бы покупай, глянь. А что не купить? Ну, ты реально похож на Makita, да. 198 вольт. Ужина подсознание. Ну, муж, блин, какая тут мощь в аккумуляторах. Да тут вообще жесть. Кстати, этот шрунповерт, гайковерт. Женя Матвеева. Вот. Я ссылку оставлю на его обзор внизу в описании под видео. Вот. У него этот аккумулятор, он разбирал, у него поломалось. У него там провод отгорел, блин. Не, ну, все равно люди покупают, а что не купить на Виджи такую, на Виджи такую вообще мощной. Ну, вот и покупают, понимаете. Ведутся чисто на красоту, на эти вот все цифры. На самоубеждение, что это будет работать так же, как Makita. А теперь к основному вопросу. Почему при таком шикарном спросе я не барежничаю подделками? Да, подделки продавать, которые очень сильно похожи на оригинал, либо продавать их как оригинал. Да, это некрасиво, это имиджи, репутационные риски. То есть, это имидж, все дела. Но что мне мешает завести вот таких вот 190-вольтовых шуруповертов, специально для извращенцев. Их будут покупать, будут покупать. Сказать, вот, почти Makita, гля-ля, мощь какая. Как он работает как-то. Ну, сейчас нормально, да? Это вам как-то вот что-то гудело. Но это позже будет. Вот почему, почему мне, как бы, ну, не продавать вот эту Makita? Думаете, я боюсь, что мне искрит Makita прилетит? Да, как бы, я не знаю. Makita, вроде, как никому-то же и скиньки дал. Я ему сбрасывал, он в Белгороде магазин продает паленку. Вот так аналогично. Это 198-вольт, там, 380-вольт продает. Makita, как бы, вообще не отреагировала. Она даже не отреагировала в 19-м году, когда я снимал обзор на паленку. Вот, я ему писал, вот, паленка, там куча всего. Ко мне даже товарищ Сабепа приехал. И вот, смотри, что продают. Паленка. Вот, а где это продают? Вот там-то, там-то. Он спросил, когда я ездил, там их прям палеты стояли. Вот, не вопрос, давай займемся. Мы у Makita запросили, точнее, он у Makita запросил заявление. Потому что Makita является правообладателем бренда Makita. Попросили заявление, чтобы было заявление, чтобы начать уволонное дело. Нифига, Makita ничего не сделала. По поводу Девольта, там вообще заявление некому писать. Клуб мастеров такой, знаете. Ну, и все, кто не знает, это бывший магазин, это Девольт Шоп. То есть, они ввели официальный магазин Девольта. Вот, сейчас они занимаются Девольт. То есть, они параллелят, то есть, возят параллель. Что им мешает завести паленку. И рассказывать, что это хорошего качества. И зарабатывать на ней, там, не 10%. На Makita лучшая наценка, а на параллели сейчас не знаю, какая наценка. А на Makita, если наценка в интернете 6-7%, считается офигенная наценка. На параллельное, то же самое где-то. Ну, если 10 вышло, 15, вообще классно. Что им мешает завести паленку, Девольт, и продавать ее? К ним никто претензий не предъявит. Потому что Девольта нет уже. Но они этого не делают. Почему? Потом завезли бы Девольт и Makita дешевые. Точнее, сначала просто так бы завезли. А потом бы вот эти штучки. Я отдирать не буду или отодрать. Потом вот эти штучки так. Херяк и прифигашили, и все. И была бы Makita. То есть, оно завозится сейчас. Ну, это чисто, можно сказать, так подстраховывается. Чисто идет кейс, просто обыкновенный кейс. Отдельно вот такие вот надписи. Потом это берется вот так. Херяк, и получилась Makita. В основном все дело именно в качестве товара. Почему? Да я вам сейчас объясню. Ну, смотрите, вы, предположим, решили сделать бизнес. Бизнес именно на паленке. Нашли в Китае. Вы даже не поехали в Китай. По интернету нашли поставщика в Китай, который делает паленку. Зачем вам заказывать там очень-очень-очень хороший инструмент? Ну, не очень-очень. Хотя более-менее нормальный инструмент. Зачем? Там у вас требования к китайцам. Да лишь бы там недели, две, три поработал, и все. Может, как-то на сад не вернули. Все. То есть, здесь качество сводится по минимуму. По минимуму. Потому что в Китае заводов очень много. Если мы возьмем вот те же компании, как Пит, Инка, Штурм там и так далее. То есть, у этих компаний, у этих компаний, российских компаний, люди в Китае есть. Которые ездят постоянно по этим фабрикам. Их задача какая? Найти что-то более-менее нормальное в соотношении цена-качество. В данном случае эта схема не работает. Здесь тупо нужно взять, продать, все и уйти. Закрыть фирму, открыть новую, опять что-то привезти, продать эту паленку и уйти. Вот и все. Потому что фирма Штурм, крупная фирма, она находится здесь. Ну, вот у Штурма похуже, кстати, гайковер. Но также, перед тем, как его заказать, они смотрят там качество, какие там ячейки стоят. Там же им невыгодно будет, если там накроется тот же аккумулятор, чтобы назад... Им же назад это все понесут. Я вам делал на Алиэкспрессе, взял вот эту дешманскую болгарку. Ну, это же примерно из этой же серии. Там аккумуляторы вообще были никакие. То есть, они умерли буквально через месяц. Да, вот месяц отработало, все. Ну, что там китайцам претензию настройки? Негативный отзыв. Вот там хоть цена вообще дешманская. А тут бывает, некоторые подделку покупают по цене там того же Штурма. Даже чуть дороже. И чисто вот из-за вот этой вот такой вот надписи. Ну, объясните мне, какой вот смысл? Ну, понимаете, ну, не будет такого, что хоп, там Макита. Макита, там, гоковерт Макиты, который 50 тысяч стоит, по акции 15 тысяч. Ну, не бывает такого. Помните, года три назад был разводняк или четыре? Когда на сайт заходишь, вот, Макита по акции, осталось две штуки журуповерта. Ну, там вообще отвертки отправляли. Там чисто вообще мошенники были. А здесь конкретно, ну, просто вам, ну, чисто ирают на психологии. Вот и все. И поэтому, ну, покупайте вы лучше это в проверенных магазинах. Как я вот вам сказал, клуб мастеров есть. Ну, это по дэвольту. То есть, они не будут паленку продавать. И имидж. То, что это все назад вернется. Они планируют здесь на рынке как-то там развиваться. Ну, я паленку не буду продавать. Хотя можно было так это аваритет. Ну, покупайте вот Макита. Да, это подделка. Но покупайте там. Люди покупали бы. Ну, потом же они мне бы это назад все возвращали. А если, не дай бог, из-за этого аккумулятора в зарядке, аккумулятор загорится. Чего тогда? Ну, там вообще какие-то претензии. Чего-то есть. Это же просто. Скажут, вот я на сайте покупал, вот он заказ. И куда я денусь? Вот поэтому более-менее компании, которые развиваются, планируют там дальше работать. Они этим заниматься не будут. Стартаперы, которые там перепродают там на Валбересах, на Озонах, так они с людьми напрямую не общаются, как я с вами. Им там пофиг, куда это уйдет. Вернулось, вернулось, не вернулось, не вернулось. Тут наценка все перекрывает. Вот тут бабки, вот тут бабки. Вот тут они зарабатывают. А на макете как бы 6-7%. Если не верите, как бы в телеги выложу. Как, кто уже выкладывал. Закупочные цены. Да, там и бывает ретро-бонус там 2-3%. В лучшем случае. Ну, с макетой так. С интерсколом там сейчас по мини-максам провал. От закупочной цены можно найти на данный момент. Сейчас с наценкой 50 рублей там бывает встречаются цены. 50 рублей. То есть, РБР, он пятак в закупе стоит. Есть люди, которые продают 5 тысяч 50 рублей. Да, рынок провален. Но пока интерскол не подделывают. Кстати, Краун уже стали тоже подделывать. Я не знаю, кто эти подделки покупает. Ну, я думаю, так есть ценители какие-то. Что касаемо параллельного импорта. А вот Александр Пакт оригинальный, Девольтовский. Ну, покупает на свой страх и риск. То есть, если он сломается, как бы здесь гарантии не будет. Ну, на ebay, кажется, или не знаю, где он покупал. Ну, короче, это со штатов, шорт-поверт. То, что сейчас здесь параллелят, как правило, кто параллелит, тот дает гарантию. Сейчас ссылки оставлю внизу в описании под видео. Под видео также оставлю там видео Андрея, помните, с Девольта. Вот он тоже там подробно рассказывал. Женя на видео оставлю. Там, кстати, вот такие коверты разбирал. Девольтовский, макитовский. Провод там отвалился уже. Ну, так же здесь вот разбирать. Вот тут вот наклейка. Так вот рассказывать, разжевывать, показывать. Ну, вы что, ленивые, что ли? Зайдите на YouTube. Там куча вот этих вот видосов. Ну, имейте в виду, что вы не хотите попасться на подделку. Вот мне как-то нужно было в аптечку одну штуку купить. Я зашел на Яндекс, смотрю, а там куча. И так же разбег цен очень большой. И в итоге я нашел официального дилера. Посмотрел, кто там продает. Там заказал. Да, дороже, наверное, 100% уверен, что это не паленка. Потому что в тех вещах я особо не разбираюсь, где паленка, а где не паленка. Здесь да. Хотя так же бывают случаи. Там фрезер Макитовский принесли в ремонт. Оп, издалека. Как бы издалека он подумает, что это настоящий. А это не, там номер, как я уже говорил, был даже выбит. Человеку продали его как настоящий. Как он, где покупал? А хер его знает. Нашел там чуть дешевле в каком-то был интернет-магазине. Запомните. В основном, на 90% ассортимента сейчас. А сейчас вообще таких уже акций нет, как было раньше. В основном на Макиту примерную цену у всех плюс-минус одинаково. Если видеть там разница в цене, там 40%, 35%. Ну, это, скорее всего, паленка. Скорее всего, паленка. Потому что ценник у Макиты просажен очень-очень-очень здорово. Итак, друзья, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Ссылки оставлю внизу в описании. Надеюсь, что я вам объясню, как это делать. Он простыми словами просто взял и объяснил. То, что, понимаете, паленка изначально покупается для того, чтобы на ней тупо заработать денег. Никакой ответственности продавец не несет. Вот чисто ему задача это продать, все. Потом открыть другую фирму привезти, либо продать куда-то это контейнер. Воп, чтобы там кто-то продавал, все. То есть это на какую-то краткосрочную работу рассчитано. То есть без всяких там возвратов и тому подобного. А цена в основном берется вот за эту надпись. Потому что не будет вот этой надписи, как бы, ну вот это никто не купит. А так есть штурмы, блин, есть интерсколы, есть питы. Их много. Там всяких разных. То есть можете у них покупать. Зубры, блин. Как ни крути, эти компании все-таки с китайцами работают. И пытаются взять такое, чтобы им назад это не возвращали. Потому что для компаний, для тех это невыгодно. Я сейчас не защищаю, просто говорю. Им экономически невыгодно. Чтобы что-то продали, оно оказалось херовое. Начало ломаться. Все это стали отправлять, как с интерсколом было. С пылесосами. Ну, кинули. И там, кстати, завод такой, серьезный завод был. То есть не обы какой завод. Ну, блин, забыли они этот провод на статику кинуть. И в итоге что-то в интерскол добавлял все эти провода. Вот было такое. А если бы что-то там с моторами было или еще что-то. В Китай назад это не отправишь. И то в зависимости, как там с договором будет. То есть тут моментов очень-очень-очень много. А здесь вот паленку. Лишь бы купить и продать. Вот и все. И поэтому покупайте лучше в проверенных магазинах. А лучше подписывайтесь на тематические каналы. Вот. Вам там покажут, расскажут, что Макиты не видели. Вот. Тут даже вот тут вот наклейка. А вот здесь получается у Макиты. Вот это литье. Ну, таких моментов очень-очень много. И запомните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Пока.